Следующий вопрос. Говорит, можно ли заключить договор джи'ала с каким-то конкретным человеком? То есть, допустим, сказать, ты должен возвести мне стену такую-то, такую-то, допустим. Или, менять плату от одного к другому. То есть, говорит, допустим, если найдешь мне верблюда ты, то тебе 100 риалов. Так, если найдешь мне ты, то тебе 80, допустим. Разрешено так или нет? Говорит Абу-Мухаммад Ибн-Кудама в своей книге Аль-Мухни. Разрешено, говорит, в договоре джи'ала просить выполнить работу какого-то конкретного человека. И говорить ему, если ты найдешь мне моего раба, то тебе динар. В этом случае, говорит, если кто-то другой приведет его раба, то он уже не заслуживает эту плату. Потому что джи'ала была назначена только относительно конкретного человека, а не общее объявление было. Говорит, и также разрешено делать объявление не конкретным людям, а просто общее объявление. Кто приведет мне моего раба, то ему динар. И в этом случае, кто его приведет, тот и заслуживает эту плату. И третья ситуация, что также является разрешенным, когда человек говорит, если ты найдешь мне моего, допустим, верблюда, то тебе тысячу, а если ты найдешь мне верблюда, то тебе, допустим, полторы тысячи. Так тоже является разрешенным. Четвертое, что разрешено, можно сказать, если ты найдешь мне моего верблюда, или мой кошелек, или мою такую-то вещь потерянную, то тебе, допустим, тысячу реалов. А всем остальным людям в газете предлагать другое. Говорит, 800 реалов, допустим. Так, это тоже является разрешенным. Потому что, говорит, даже в договоре аренды это является разрешенным. То есть разрешается нанимать разных рабочих на одно и то же дело, или на похожую деятельность. Одному платить столько, другому платить меньше или больше. Говорит, если это разрешено даже в вижара, то есть в наемном труде, то тем более разрешено в понятии джа'ала. Далее.